Проходил мужчина и его убило. Убило вот этим тополем, который упал. Вы представляете, ужас какой. Спиленное дерево, кровь, мешок, которым накрыли тело погибшего, так и остались лежать на земле. Напоминая трагедия, около пяти вечера в спальном районе города произошел несчастный случай. Тополь упал и придавил человека. Мужчина 1961 года рождения скончался. После трагедии один из подписчиков выложил в социальную сеть фотографию. На ней тоже место, тоже дерево. Только вот фото сделано в 2015 году, и люди уже тогда жаловались на то, что дерево разламывается и клонится вниз. По факту случившегося, следователи организовали доследственную проверку. Сейчас они выясняют, в чьей зоне ответственности территория, где рухнуло дерево. Районной администрации или же управляющей компанией. Но пока идет проверка, жители Сулимы стали бояться ходить по улицам. Эти тополя, их надо все сейчас убирать полностью, потому что вы видите, что это ненадежно. Вот эти ветки, которые растут от вершины срезанной, они под действием ветра, они даже без действия ветра иногда падают. Понимаете, это очень опасно. Березы, они так не падают. Тополя они не выносят вот этой тяжести своей. Поэтому я считаю, что у нас на Сулиме надо обязательно сейчас... Вот смотрите, над школой, вот около школы какие-то поля стоят. Что самое страшное, рядом с деревом убийцы находится детский центр и школа. Благо, вчера был выходной, занятий не было, а то дерево могло бы упасть и на ребенка. Вам не страшно детей сюда приводить? Да, мы там не ходим, поэтому в принципе нет. Но я не знаю, бывает такое везде по городу, особенно если ветер. А ветер для падения тополя особо и не нужен. Эти деревья могут обрушиться и без воздействия извне, поясняют биологи. Что касается тополей и что касается клёна, который у нас по всему городу растет, они занесены в черную книгу Алтайского края. То есть тополя, чем опасны, они когда достигают своего предельного возраста, они очень ломкие. Причем снаружи тополя выглядят предельно здоровыми, а внутри гниют. Выход, поясняют биологи, проводить правильную омолаживающую обрезку. Кстати, Никита Колесников лично знаком с несколькими семьями, которые потеряли родственников из-за падений тополей. Остается надеяться, что после проверки следователей будут сделаны выводы, которые помогут остановить печальную статистику. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.